Добрый день вам, дорогие наши друзья! Здравствуйте всем! И сегодня вместе с вами общаться будем, разговаривать. И в прошлый раз мы говорили о том интересной теме. Мы в прошлый раз говорили о том, что человек нуждается и не может начинать молитву перед тем, как не уделить время для ожидания Господа. Время. И это время, уделенное, оно не напрасно проведенное, а оно является частью молитвы. Кто не смотрел, пожалуйста, вернитесь. Пусть Бог вас благословит, когда вы будете смотреть это. Сегодня я хочу продолжить эту тему, но сделать ее такое узкое, небольшое направление. Многие люди, которые призваны Богом служить в разных служениях, подходят часто к служению, и у них нет времени для того, чтобы уделить время на личное общение с Богом и ожидание присутствия Божьего. И они вступают в служение. Каждый раз, когда они вступают, они чувствуют, что они это делают по плоти, прилагая личные усилия, свои таланты, способности, но чувствуют, как будто бы не подключена сила присутствия Божьего. Я вспомню один такой момент. Мне один американец говорил, пастор говорит, у нас был в церкви спикер, по-английски спикер, это приглашенный проповедник, спикер. И я ему задаю такой вопрос, говорю, спикер был с эмплифайером или только один спикер? Эмплифайер это усилитель, а спикер это колонка. Вот колонка, это является сам служитель. Но если колонка не подключена к эмплифайеру, к усилителю, то она медь звенящая и кимвал звучащий. Она не сможет донести то, что Бог хочет донести и сказать. И сегодня я не знаю, кто будет слушать эту программу и когда, кто будет слушать из людей, которые служат Господу. Эта программа очень и очень важная. Часто люди, находясь в служении, настолько окружены своим служением и довольством своего служения, что у них просто нет времени быть наедине с Богом. Они не могут себе позволить провести вот эти несколько часов, там или один час, как Христос говорил своим ученикам троим. Говорит, не могли ли вы пободрствовать со мной один час? Один час провести. Время провести наедине с Господом, перед тем, как служить в любом служении. Какое бы это служение ни было, начиная от самого почетного, большого служения на сцене, от служения, которое, может, находящееся вроде как в тени. Но я хочу вам сказать, что каждое служение важное. И человек, который служит служением, которое, казалось бы, не такое, ну, известное или видное перед Богом, он смотрит на верность человека. На сердце. На сердце. Он смотрит, насколько человек, насколько человек близок к нему. И делает, делает то, что он делает, делает как для Господа. А не делает для того, чтобы строить свою карьеру, быть почетным и быть как бы при деле, понимаешь, не оставленным. Ну, иногда, когда сильно человек уже в почете, то очень тяжело этому служителю стоять и знать, что это Бог его поднял на такой высоту, человек, когда она принимает в себе и говорит, смотри, как я дорос. Как я дорос. Когда служение, когда служение маленькое, он молится, он ищет Господа каждый день, он ищет Господь, молитесь, поддержите. Мне надо поднять, нам, мы поднимаем, мы служим и так далее. И когда служение вырастает, он как бы приходит в такое состояние довольствия. Довольствия, не хватает времени. И человек внутри думает, ну, я и сам справлюсь, у меня все запрограммировано. Музыканты, музыканты, все, мне это самое, Господь не дает слово. Все, мне это самое, Господь не дает слово. Другие служения, я могу, даже если нету, как сказать, амплифайра, мой спикер все равно будет звучать. И вот это вот, вот это вот именно важное, то, что человек приступает к служению и служит, но он не подключен к вот этому Божьему присутствию. А Божье присутствие работает таким образом. Невозможно, если человек не общается, это как, это как упражнение. Если не делаешь упражнение регулярно, а делаешь его редко, ты не можешь что-то сделать такое физически, которое ты не делал раньше. Надо стабильность, нужно делать в постоянстве. Чтобы не наторваться и не надлодиться. Если человек ищет Господа всегда и уделяет времени для него, он ожидает Господа каждый раз, то ему не нужно это делать, когда он специально имеет какое-то служение. Как только он выйдет на служение, Божье присутствие подключится к нему. И люди скажут, вау, что-то есть в этом человеке. Да он простой, ничего особенного, но он практикует Божье присутствие в своей жизни. Вот практиковать Божье присутствие каждый человек должен делать. Потому что если не делать, может постигнуть то, что постигло первого царя Израиля, Саула. И сегодня я хочу вместе с вами поговорить об этом. Первая книга царств, 13 глава с 8 стиха. «И ждал Саул семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения. И для жертв мирных. И вознес всесожжение. Остановлюсь на секунду здесь. Бог утверждает каждого служителя и дарит помазание и благословение на служение. Но каждый служитель имеет определенное дело. В этом служении, в этом деле Саул начал делать не то, чему он был призван Богом. Призван он был Богом для того, чтобы быть царем Израиля, а не быть священником и предстоятелем перед Богом. И вознести руки к Богу и получить это благословение и благословить. Не было на нем этого призвания. И он взялся ради чего? Потому что народ уходит от него. Он остается один. Для того, чтобы сохранить людей, я должен, я пойду на экстрим. Я пойду на все абсолютно, чтобы люди остались. И церковь сохранилась, не разбежалась. И дело процветало и так далее. Иногда служитель идет за грань своего ассаймента. Не туда, куда Бог ему позволил и Бог ему открыл эту территорию. Ну да, здесь написано, что он не то, что сравнил семьи. Это большой срок ожидания. Он ждал, что окружающие люди возле него встали. Что ты ждешь? Что ты там? Он сам делал, ты такой великий. И он решил сделать, но что побоялся, что люди уйдут. Что люди уйдут, и все то, что он собирал за свою жизнь, все он потеряет тут же. Понимаешь, да? Его надежда была уже не на Бога, а надежда на его труд, собирание этих людей, комплектация людей для общей работы и так далее. Но как раз вот это являлось местом и временем, о котором он не знал, когда Бог мог утвердить его царство. И здесь вот там в конце вы услышите, что Бог сказал через Самуила, что вот сегодня, сегодня Бог снимает с тебя твое царство, твое служение, и он готовит другого человека на твое место. Это просто настолько сильно. Но первое, семь дней, как Лена сказала, это большой срок. Представь себе, семь дней ожидать Господа. Вот ты приходишь наедине с Господом, и ты ждешь его присутствия. Семь дней. Это не только весь народ. Это очень много. И время ожидания на самом деле для служителя, это время, когда человек ломает свою природу, свою плоть, понимаешь, да? Он здесь понимал, что это настолько важно, и он начал это делать в конце концов. Он сломился, я думал, да сколько можно сломать? Это вообще история, очень интересная история. Вы читайте ее, размышляйте, но я иду дальше. Но едва окончил он возношение всесожжения. Вот приходит Самуил. Только окончил. Как будто Самуил стоял где-то недалеко и ожидал этого. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, обнять, приветствовать, почтить весь народ. Он совершил такое дело важное, как царь принес все сожжения. Но сказал Самуил ему, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмассе. Тогда подумал я, теплее придут на меня филистимляне, в Голгау. А я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога. Ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда. Но теперь, не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господу. Какой страшный прекрасный прекрасный. Это же Саул, с ним войска. Это представь, насколько Самуилу было ответственно такое сказать, безбоязно. Саул, ну бы сказать, слушай, кто ты такой? Я тебя должен семь дней. Где твое уважение? Да ты должен поспеть. Царь тебя ждет. Царь тебя ждет семь дней. А он говорит, это не Самуил ждал, а это Бог держал Самуила, для того, чтобы проверить Саула, сможет ли он ожидать и надеяться не на эти войска, не на людей, которых он собирал, а надеяться на Господа, потому что именно в этот день Бог должен был утвердить его призвание и его служение. Это интереснейшая история. Интересно, что вот здесь впервые Саул услышал, что будет человек на его место. Почему он постоянно гнался за Давидом, гнался, преследовал его с самого начала. Почему? Потому что он уже в Давиде, он увидел, что это тот, который должен встать на его место. Друзья мои, здесь это сильнейшая история для размышления. Я хочу вам сказать, кто бы вы ни были, служите вы в любом capacity, в любом служении, нету разницы. Здесь вот это место Писания показывает о том, что никогда нельзя пренебрегать временем ожидания Господа. Никогда. Потому что все служение может пойти к крахам и развалиться. Абсолютно все. Если человек уделяет время свое, свои силы на служении, а не на ожидании Господа, и общении, и всесожжении, и присутствии Божьем, то придет такой момент, ваше служение развалится на ваших глазах. Ну да, кажется, внешне и люди со мной, и все, и все нормально у нас, и все идет стройно. А Бог отступил. А Бог отступил. И нету сухость. Вот сухость. Нету той живой воды, нету той жизни, которая должна быть. Откуда она идет? Здесь даже речь не шла о Иоганнафане и его сыне. Здесь речь только о Сауле. Мы иногда, да кто виноват? Да почему в церкви нету жизни? Почему нету в синагоге, в общении? Нету такого, нету как было. Читают даже евреи, читают Тору, читают пророков, читают псалмы Давида. Говорят, какая слава была в Израиле в то время. Апостол Павел говорит, если то служение было славное, то какое должно быть служение Нового Завета? Оно должно призабиловать слава и благословение. Скажите, ваше служение призабилует его славой, его присутствием. Если нет, вы только можете сами ответить перед Богом. Если не призабилует, если все, что вы делаете, вы делаете по плоти, своими силами, только для того, чтобы народ не разбежался, только для того, чтобы оно продолжало, то, чтобы двигалось, лишь бы двигалось на колесах, то я хочу вам сказать, придет такой момент, что все развалится. Почему? Да потому что вы поставили неправильные приоритеты. Самое главное, самое первое, как мы в прошлой программе говорили, любой человек, включая и обязательно человек, который служит на любом служении, для него number one должно быть общение с Господом. И потом, вот этот огонь, который он получает в этой уединенной комнате общения, он переносит своей семье и приносит свое служение. Вы получаете этот огонек и вы несете в ваше служение то, которое вы делаете. И оно растет, Бог благословляет и дает успех. Казалось бы, так просто, да? Так просто. А столько много бывает ошибок сделано и только из-за того, что нарушено вот это простое правило ожидания и нахождения в присутствии Божьем для того, чтобы служение строилось не на способности плоти. Делать плоти, природы, даров, дарований, талантов. Человек может быть такой талантливый, такой способный, но если там нету Божьего присутствия, рано или поздно оно распадется. Оно распадется. Я бы хотел предложить помолиться. Мы не молились в прошлой программе. Помолиться за всех людей, особенно за тех, которые служат. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, те из вас, которые служите, я понимаю настолько много трудностей служить, быть семьей, а еще многие работают, а еще найти время общения с Господом и открыть комнату уединенную и сказать, Господь, не могу, у меня только пять минут у тебя. Нет, нет у меня семь дней. Как у Саула, да, как у Саула, у меня нет, у Саула было семь дней, у меня только пять минут для тебя. У меня столько дел, служение мое такое большое, оно разласлось. И Господь скажет, ну если у тебя нет времени для меня, какой смысл тогда тебе продолжать твое служение? Ты же служишь мне, а служение мне начинается с момента общения со мной. Я хочу помолиться за вас. Давай вместе помолимся. Дорогой Небесный Отец, сегодня мы просим за каждого человека, который служит, человек, который согласился и посвятил себя для служения и быть с тобою в одной упряжке и вести с тобою служение. Ты сказал, что бремя твое легко. Но то бремя легко, где рядом находится Дух Святой, где не только человек тянет эту тележку, тянет это служение за собой один и устает и падает под этим служением, но рядом с этим человеком находится Дух Святой. Который даст силы пройти и достичь большого успеха и благословения. Во имя Иисуса Христа поддержи каждого служителя и дай пересмотреть им приоритеты и начать исполнять то, что ты хочешь. А это близость и общение с тобою каждый день живое. Во имя Иисуса Христа Аминь. 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 Приходи Приходи в ночной тишине Приходи когда сердце грусть Приходи когда я Я страшусь Приходи когда я один Приходи когда я один И когда ты придешь ко мне стану станет добрым все на земле и страданий полную чашу я с радостью приму за тебя потому что со мною ты потому что со мною ты я не не я не не я Субтитры создавал DimaTorzok